МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы решили купить АКУ. Четверть века назад с конвейера ВАЗа сошла первая опытная партия отечественных микролитражек. Грех не отметить такое событие рассказом о живой машине. Стали звонить по знакомым, по музеям. Нет нигде АКИ. Добрый день. Я по поводу объявления. Вы же продаете АКУ, еще не продали ее. И поняли мы, что век ее кончается, и ждет ее бесславная судьба, например, того же троллейбуса ЗИУ-5. Было их, кто помнит, великое множество нарядных и важных, но они вдруг как-то сгинули в момент. Канули в заботливых руках коррозии или сгнили на заброшенных стройках, где из них в лучшем случае понаделали бы толк. Многочасовые бдения за компьютером умечались успехом. На зов наш денежный откликнулся владелец АКИ. Вишневая, говорит, красивая, почти первозданная. Сборки Серпуховского завода из партии образца 2004 года. И вот я иду к нашему автомобилю, на котором мы будем ездить скоро. И вот она, наконец. Здравствуйте. Рад видеться. Автомобиль нам понравился. Оказался действительно хороший, за вычетом улучшений, что понаделал в нем хозяин. 40 тысяч рублей, хоть и деньги, но их за такую АКУ не жалко. Да, она не без дефектов, но ведь это лечится. И потом, согласитесь, доброе в сущности дело делаем. Покупаем, оформляем. В итоге же у нас останется живой представитель советской автомобильной истории. И вот, наконец, наш красивый автомобиль АК. Самый малолетражный из тех малолетражных отечественных автомобилей. Удивительное дело, он такой один. Ни до, ни после такого автомобиля не было. Рубленные формы, сам кирпичик, как будто приехал к нам из Японии. И это не случайно. АКУ рисовали с японского городского автомобиля Дайхатсу Куор. Хочу сам себя поправить. Да, АКИ все-таки что-то было. Где этот чертов инвалид? Это забавная каракатица, на которой умчали навстречу приключениям трус, балбес и бывалый. Третье и, пожалуй, самое стилистически удачное поколение мотоколясок для инвалидов. С-3АМ, выпускавшиеся на Серпуховском мотозаводе до 1970 года. Но потом наши все испортили. По крайней мере, внешне. Такие мотоколяски распространялись в основном бесплатно через органы соцобеспечения среди инвалидов различных категорий. В целом, С-3Д оставалось таким же неудачным компромиссом между полноценным двухместным микроавтомобилем и моторизованным протезом, как и предыдущая модель. Мотоциклетный двигатель модели ИШ-Планета-3 с принудительным воздушным охлаждением был откровенно слаб для довольно тяжелой конструкции. При этом, как все двухтакники, имел большой расход топлива и очень сильно шумел. За последние годы на дорогах нашей страны и за рубежом появилось целое семейство вазовских молитражек. А это очередная и, как надеются ее создатели, будет одной из самых популярных. ВАЗ-1111. АК. Когда пришло время чем-то заменить некомфортную, трескучую и морально устаревшую мотоколяску, в середине 70-х на Серпуховском заводе задумали сделать АКУ. Задумали-то в Серпухове, а разработку и запуск ее в производство верхние начальники Союза поручили КБ Автоваза. Процесс оказался небыстрым и довольно мучительным. Такую мелкокалиберную машину инженерам еще не приходилось делать. Все было в диковинку. Первые полномасштабные макеты нового автомобиля были созданы в октябре 1982 года. После этого были произведены три опытных серии, каждая из которых имела отличие от предыдущей. В начале 1987 года была выпущена опытно-промышленная партия ВАЗ-1111, а серийное производство АКИ началось в следующем, в 1988 году. Изначально АКУ, как и Дайхат Скоро, предполагалось оснащать оригинальным трехцилиндровым двигателем собственной конструкции. Но к моменту начала производства его доделать не успели, а потому автомобили оснастили двухцилиндровым двигателем. Это была фактически 22-сильная половинка ВАЗовского мотора объемом 1,3 литра. Оттого АКИ обзавелась смешной кличкой пол-восьмого. Чуть позже место прежнего 22-сильного мотора под капотом АКИ занял 33-сильный, та же половинка, но уже полуторалитрового ВАЗовского двигателя. Интересно, что тот самый принципиально новый трехцилиндровый двигатель, которым планировалось изначально оснащать АКУ, все-таки сделали. Он был готов к началу 90-х годов, но мировой кризис помешал его внедрению. Кстати, интересный факт, связанный с кризисом. В конце 1998 года, после экономического дефолта и резкой девальвации рубля, микроавтомобиль АК оказался на некоторое время самым дешевым в мире серийным средством передвижения. 1350 долларов за новый автомобиль, что резко подстегнуло его популярность на внутреннем и внешнем рынках. И если поначалу люди относились к малышу с опаской, то потом вошли во вкус. А главное, поняли всю его простую истину. АК – типичный отечественный автомобиль, полностью соответствующий условиям российской эксплуатации. АК выдержала экзамен на прочность во всех климатических зонах. Научилась таскать за собой тяжеленные прицепы, возить, как у нас положено, весь скарб на багажнике, на крыше и всю семью вместе с холодильником в салоне. Обгонять верблюдов, не вязнуть в сухих песках, быстро и с комфортом доставлять пассажиров в заданную точку, затрачивая при этом минимальное количество топлива. После пробных заездов в Каракумах, после многомесячных изнурительных испытаний в Саянах и на перевалах Тяньшаня, после грязевых ванн Тайшета и Бирюсинки, АКу стали с удовольствием покупать за границей. А самым главным достоинством АКИ, с точки зрения нашего потребителя, было то, что в любой точке Земли ее можно было запросто починить своими руками. А вообще, за каждый подобный увядающий продукт, типа снятый с производства АКИ, очень обидно. Обидно, что огромный напряженный труд многотысячной армии инженеров, технологов, испытателей пропал, забылся, исчез. Выходит, зря потрачены человека часы и трудодни. Посмотрите, как они самоотверженно трудились, эти люди. Но у нас так сложилось исторически. Целый завод АЗЛК ушел в небытие. Впрочем, сегодня на наших дорогах АК встречается уже чаще, чем тот же 41-й Москвич. Жива еще полвосьмого. Но вернемся к истории. В 1990 году производство АКИ было передано в Серпухов, на СИАС и в набережные Челны на легковое подразделение КАМАЗа. На Волжском автозаводе АКУ перестали делать в связи с низкой рентабельностью. И все-таки родиной, колыбелью АКИ принято считать Серпухов. Ее здесь придумали и в конце концов воплотили. Благодаря АКИ Серпуховской завод из мотоциклетного преобразовался в автомобильный. Именно в Серпухове со стапели сошла 100-тысячная АК. Именно Серпухов продолжил эстафету по выпуску автомобилей с ручным управлением для инвалидов. Ведь какое-то время, даже после распада СССР, АКУ раздавали ветеранам и инвалидам бесплатно через САБЕСы. И прогресс не стоял на месте. Топорные интерьеры 80-х ушли в прошлое. А уж по части модификаций АК способна дать фору кому угодно. Их было 20 за всю историю выпуска. Длиннобазная АК-лимузин Алсу с улучшенным интерьером, электрическими наворотами и литровым двигателем. Размышления на тему продолжения микролитражного рода АКУ 1121 придумали еще в конце 90-х. Электрическая, экологически чистая АК в привычном кузове, но сработанная по всем мировым эко-канонам, с режимом рекуперации и прочее, тоже не миф. А уж что говорить о сверхдорогом сверхтюнинге. И вот вам, пожалуйста, стильный, красивый и дорогой спортивный автомобиль, совсем не похожий на утилитарную инвалидку. В силу понятной простой конструкции, а также вполне доступной цены, народные умельцы бросились придумывать на базе АКИ совершенно невероятные вещи. Например, Кулибин из Калининграда научил АКУ плавать. Причем по-всякому. Его АК-амфибия способна перевозить по воде двух-трех человек как с помощью одних только передних ведущих колес, так и с помощью навесного лодочного мотора. Найдите альтернативу. На каком еще автомобиле можно объехать пробку по реке, сильно удивить людей и доставить себе тонны удовольствия одновременно. А вот еще. Хотите домашний микробульдозер? Пожалуйста. Дано. АК плюс время, плюс смекалка, равняется хитрое приспособление для уборки снега во дворе. Практично, а главное, очень любопытно и необычно. Сколько их таких, Кулибин? На пике своей популярности АК всколыхнуло сознание людей, взбудоражило умы, обострило чувства. И как бы ни парадоксально выглядели эти плоды студенческой фантазии, согласитесь, они цепляют, задевают за живое. Хотим мы того или нет, но выходит, что АК разбило людей на два лагеря. В первом, скорее всего, более многочисленном. Оказались те, кто считает ее недоавтомобилем, авто-недорослем. А во втором фанаты, АК-воды. Те, кто искренне полюбил этот автомобиль и связал с ним свое существование, принял его образ жизни. Окунулся вместе с Акой в пучину автоспорта, делил победы и поражения, учился вместе с ней выживать. Короче говоря, можно заявить ответственно, автомобиль АК – это целая эпоха. Пусть короткая, как студенческая пора, но такая же насыщенная событиями и яркая. Удивительно, что про автомобиль АК еще не сочинили песню. И неудивительно, что ему уже поставили памятник. В день города Серпухово появилось еще одно памятное место – монумент автомобилю АК, выпуск которого проходил на Серпуховском автомобильном заводе с 1991 по 2010 годы. АК потихоньку уходит. Все меньше становится на дорогах этих славных, по-своему, обаятельных малышей. Наверное, скоро их забудут совсем. Но для этого серпуховского ребенка АК навсегда останется частью жизни. Она будет рядом, пусть и в виде памятника, родом из детства. О нас дожидается наша покупка. Потрепанная восьмилетними поездками с дачи на дачу, но с новой резиной и боевым внешним видом, чуть пошарпанной снаружи и внутри, с заусенцами на оляповатой торпеде, с просижными сидениями и длинной кочергой рычага коробки. Явно пыль с нее не сдували и не тряслись, почем зря над мелкими ссадинами. Но 750 кубов рабочего объема мощностью 33 л.с. уже задорно тарахтят на холостых. Вперед! Машина-зверь. Теперь мы с ней будем дружить, будем на ней ездить. Нет, не будем. Пускай она будет в музейном автомобиле. Но что-то происходит в датском королевстве. Не слышатся ли посторонние звуки в работе мотора? Чу! Не идут ли печенеги? Ведь как ни крути, а мы едем на советском автомобиле. Поэтому готовым надо быть ко всему и каждое мгновение. Что ему придет в голову, никто не знает. И почему всегда так? Утром сел в отечественный автомобиль, вечером приезжаешь домой, все руки в масле. Вот, глохнем, глохнем. По-моему, мы приехали. Кажется, мы сломались. Не доехали. Но ничего, мы с руками починим. Кажется, мы с руками починим.